И всем алоха, с вами как всегда Леха. Не могу я забросить данную рубрику и перестать рассказывать вам про новые крутые модификации, о которых вы могли не знать. Сегодня я собрал по-настоящему крутые моды и прошу досмотреть видео до конца. Поэтому давайте не будем затягивать начало. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Не у всех запускаются сборки с модами, да и не все их любят. Поэтому хочу показать вам сервер SkyEvo. Это технологичный скайблок без модов на обычном ванильном сервере, на котором ты найдешь новые миры. Каждый по-своему уникален, в каждом есть свои уникальные биомы. Спускайся в подземелье, чтобы найти много полезных вещей. Но будь осторожен, здесь много ловушек, но и сундуков с лутом. В подземельях сильные боссы, которых необходимо победить. А прокачивая свои навыки, ты сделаешь это быстрее. Множество новых уникальных блоков, с которыми постройки механизмов станут проще и интереснее. Строй большие фермы или убивай боссов, чтобы прокачивать уровень острова и попасть в топ сервера. Обведя промокод FREE, вы сможете получить бесплатный кейс. IP оставлю в описании. Первый мод AIDS Primates добавят в игру новых мобов, а именно приматов. Теперь путешествуя по миру, вы можете встретить приматов. К примеру, орангутангов, которые будут подбрасывать вас вверх. Мандрилов, атакующих ближайших игроков и монстров. Обезьян-ревунов, которые не любят дождь. И некоторых других особей. Вообще, подобные моды делают мир живее и интереснее для изучения. Да и сами существа выглядят нетривиально. В Майнкрафт 1.17 добавили медь, а также механику окисления для нее. Но почему только медь получила такую крутую фишку? Immersive Weathering исправит это недоразумение и добавит разным блокам разные типы старения и разрушения. Например, железные блоки со временем будут ржаветь. Всего из 4 стадии. Для достижения первой железные блоки просто должны быть на воздухе. В следующую стадию они переходят под дождем, а в последнюю именно ржавчину при контакте с водой. Именно последнюю стадию никак нельзя снять, другие убираются с помощью топора. Предотвратить старение также можно с помощью воска. К слову, с каждым этапом ржавчины, железные люки или двери дольше закрываются после редстоун сигнала. Кроме железа, старению теперь подвергнуты каменные и кирпичные блоки. Кирпичи со временем растрескиваются. Вы также можете им помочь это сделать. Мох распространяется на ближайшие блоки, типа булыжника, и покрывает их. Еще добавляются новые предметы и блоки. Например, есть сажа, которая получается, если потушить костер. Ее можно использовать в качестве топлива в печке или размещать на блоке с любой стороны. Еще есть кора, которая снимается с бревен. Из березовой можно крафтить бумагу. А сейчас очередь интересной модификации Skulk Worm. Путешествуя по пещерам, вы сможете наткнуться на скулкового червя. Но на данный момент, к сожалению, он не спавнится сам, так как мод все еще в активной разработке. Червь слепой и перемещается сквозь блоки. К слову, он не может проползать через блоки шерсти или металлов. Так как червь слепой, то ориентируется он на звуке, как и Варда. Как только он вас услышит, то сразу же отправится за вами, чтобы убить. У него 200 хиллпоинтов и атака в 14 урона. Также, находясь рядом с червем, на вас будет наложен эффект слабости. Червь может просто вас атаковать или утащить в другую пещеру для дезориентации или отделения от ваших друзей. Также, вы не сможете спастись от него, просто залезая на стол, так как он поползет за вами, обивая блоки, на которые вы залезли. Но если вы сможете убить червя, то получите предмет, с помощью которого сможете скрафтить скулковую корону. Она позволит вам слышать мобов через стены, подсвечивая их местоположение. Четвертый мод на сегодня – Paint Pellets. Совместив доски или деревянные полублоки с бумагой, вы получите на вид точно такие же деревянные блоки, но чуть светлее. Однако, теперь вы сможете покрасить такие деревянные блоки в любой цвет с помощью кисточки и ведра краски. У вас появится возможность красить блоки, ступени, полублоки и даже двери и калитки, и люки. Этот мод сможет помочь вам с постройкой своего уникального дома. Jobs Plus. Теперь в игре для вас доступны 10 профессий, обучаясь которым вы будете открывать доступ к новым крафтам или улучшениям. Так, к примеру, в начале игры вам доступно выбрать только 2 профессии бесплатно. Выполняя определенные задачи и повышая уровень профессии, вы получаете монеты работы, которые можете потратить на улучшение или покупку новых профессий. Достигнув максимального сотого уровня, вы получите что-то вроде суперсилы. Например, алхимик в конце обучения получает удвоенное время действия зелий, а строитель – тройной прыжок без получения урона. Как я и сказал, на каждом уровне вы получаете бонусы профессии. Например, копатель на пятом уровне получает возможность копать сразу 3 на 3 блока, а на 75 уровне вы уже сможете выкапывать куб 5 на 5 на 5 блоков по поводу улучшений, которые вы можете купить. У шахтера это возможность выкапывать всю жилу руды за раз, а кузнец может замораживать на 2 секунды мобов или игроков при ударе. Кроме этого, модификация добавляет собственные предметы, которые будут доступны вам с определенного уровня той или иной профессии. Например, строитель с 10 уровня может пользоваться эндерсумкой, а с 50 уже огромным рюкзаком. Модификация Golden Age Combat наконец вернет в игру ту самую боевку, которая была еще в версии 1.8 до обновлений. Да, теперь вы можете спамить ударами, как и раньше. А еще мод добавляет свои фичи из разных снапшотов обновления боевки от джеба. Конечно, теперь в игре нет никакой задержки или перезарядки атак, поэтому для этого изменили почти все уроны от атак оружий для лучшего баланса. Блок теперь также можно ставить с помощью меча, но вы можете использовать и щит, если захотите. А вот некоторые новые фичи. Критический урон может быть удвоен, если вы бежите на свою цель. Мечи, мотыги и трезубцы имеют большую дальность атаки по сравнению с другими предметами. Противника можно бить через траву и другие блоки, через которые можно пройти. Если хотите, вы можете настраивать практически все, что есть в моде с помощью конфига или модификации в самой игре. И последний мод на сегодня, но от этого не менее крутой. Unearthed. Улучшит генерацию мира Майнкрафт. Он разбавит генерацию камня, земли и дерна в мире. Теперь генерируется очень много разных видов каменной породы, а не один камень. К примеру, светлый гранит, филиц, сланец и также стандартные майнкрафтовские породы тоже остались в генерации. Кроме этого, руды, которые появляются в той или иной породе, будут иметь ту же текстуру, что и окружающие каменные блоки. Еще одним плюсом этого мода является то, что все эти камни добавляют очень много блоков для строительства. Также изменения коснулись и почвы. Теперь вы не увидите один дерн и землю. Они также будут разбавлены разными видами реголитовых блоков, которые повторяют каменную породу в том же месте. Особенно красиво изменения видны на склонах гор или в больших пещерах. Какой мод из перечисленных вам понравился больше всего? Напишите об этом в комментариях. А с вами, как всегда, была Рамба. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До следующего ролика. Продолжение следует... Продолжение следует...